короче ребята у меня вот с этим швеллер ком здесь получается засада смотрите я думал что короче профуковый размер здесь надо где-то сантиметров 7 не больше иначе будет болтаться это вся фигня вот поэтому придется наверное делать вот у меня есть два таких уголка вот и я вот так вот их вместе поставлю не таким образом выйду с положения привет сегодня видео будет о том как мы будем цеплять кранбалку к этому потолку вот бабочка у нас двух товар и она у нас 6 половина 6 где-то 6 половиной сантиметров вот такая вот десяточка и полка здесь шесть с половиной может быть 6 даже короче получается что вот этот лучше я показал швеллерок большеватый а вот если мы вот так вот отрежем и сварим вот этих два уголка то вот она сюда становится прямо идеально вот и будет вот так вот ездить короче делаем с этих двух уголков других вариантов я не вижу почему потому что у меня там есть еще квадрат его можно как бы распилить и сделать с него такой вот типа швеллер но фишка в том что там тонкая стенка но где-то там по-моему два с полной миллиметра стеночка тонкая стенка а в этом уголке четверка металл подшипники я уже заказал подшипники будет 302 и они как раз подходят там у них внутренний диаметр по моему 15 миллиметров то есть я возьму 16 шпильку но чуть-чуть пройду ее слегка чтобы они сели вот и как бы на 4 подшипника будет все дело крутится но сейчас самое главное просверлить потолок вот видите если заметно то я наметил немножко отверстия но думаю что я просверлю только два пока по краям и буду пробовать цеплять почему потому что делал все один поэтому чтобы не ошибиться делаем 2 отверстия остальное уже будем месяц после того как ее подцепить для этого значит возьмем вот такой тоненький сверло сначала пройдем им она как раз должно пройти если его зажать но тут миллиметров наверно 250 она проскочит по идее она выйдет значит туда наверх а дальше у меня тут вот видите уже правда по бетону но сверил длинных у меня хватает каких угодно вот то есть вот таким образом будем дальше значит расколбашивать эти отверстия подцепим на шпилечки значит шпилька у меня тоже приготовлено вместе с гайками вот такой вот наборчик шпилька десятка м10 вот но так как значит в самой балки сделано вот здесь на каждой стороне по 5 отверстий то есть 10 отверстий то есть 10 отверстий сейчас ее назад пока отнесем поставим а то она там не очень хорошо она там стоит вот 10 отверстий и как бы я думаю что десятка шпилька вполне справится сейчас полезу на второй этаж гляну я кстати вам потом еще покажу детально как тут выглядит все на втором этаже бардак правда так ну вот видим вышло здесь вот два отверстия вот одно вот второе попала прямо в доску когда будем сверлить значит большим сыром то я думаю там все шпильки станут так как положено ну и вот скромно так вот такой бардачок на втором этаже кучер короче все что можно было все сюда снесено и в качестве склада но вы можете все равно задавать вопросы по гольфу даже если я снимаю про гараж пока я просто ничего не снимал по поводу своей машины просто ездит и не ломается снимать ребят просто ничего пока ну я не хочу придумывать какие-то там недостатки что я просто снимаю то что происходит именно с машины так отверстия просверлили все спустили вот уже одну шпильку для этой балки и сейчас мы ее надо будет в размер ну там запасом вот чтобы нарезать значит тут получается 10 штук и здесь есть вот интересная тема значит на чердаке где будут крепиться шпильки смотрите вот так ну шайбы можно поставить побольше а может даже сюда поставить пластину почему потому что все отверстия получились на одной доске но а есть как бы хороший как бы скажем новости да то есть видите гвозди пробиты 1 балка вот и 2 балка то есть она то кран балочка металлическая будет как бы держать две поперечные вот эти вот две балки и одна доска и плюс можно поставить такие вот значит вместо шайб пластины и закрепить вот так вот будем как бы думать дальше как лучше сделать так чтобы было все безопасно доска здесь тридцатка из двухсот и значит 200 на 50 поперечные балки лежат балочка на месте все закреплено немножко подкрасил и теперь надо отрезать и сварить тележку возьму 60 уголок у меня есть полку 60 уголка там где-то до сантиметров и из двух кусочков сварю чтобы было расстояние между ними где-то 70 миллиметров вот такая вот получится штучка и вот ее можно сюда примерить ну и вот как бы нормально зазоры нормальные будут и вот такие вот четыре подшипника которые на которых но не было она будет ездить вот то есть вот так вот она здесь вот так вот встанет и по идее должно вот так кататься ну вот собственно сварили две половинки сейчас остынет и начнем сверлить вот такая вот тележечка все работает одну еще пока один ролик еще пока не поставил сейчас покажу как это все выглядит ну короче 16 шпилька значит гаечки вот но все влево отверстия так как это вот все выглядит в общем шпильку немножко стать его чтобы можно было одеть подшипник раз подшипник одевается фиксируется гаечкой гайки значит одни гайки вот они так поуже я их просто распилил болгаркой вот чтобы одну 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 гайку распилил на две вот одну короче вот сюда вот так вот блин ну соответственно одна суда и потом от бабах вставляем в отверстие ну то есть сначала сам спирку отверстие потом все остальное получается такая вот тележечка так загоним сюда поставим два упора с одной стороны с другой ответственно покрасим красить буду желтый цвет черными полосками все как положено как на кране и сюда решил значит самодельную 2 2 отверстия про прорежу ну про просверлю два отверстия и самодельную петлю для уже для самой кран балки просто смотрел магазине там какие-то ну галины не понравилось какие продают там эти петли как-то но не очень кольца там такие короче короче какая-то галиматья я обычно с арматуры там с какой-нибудь 10 12 согну вставлю в отверстие обварю ну вот примеряем одеваем все ездит все выключаем все выключаем ну вот как то так сейчас обварим и сюда будет вешаться балочка ну и плюс конечно прихвачу гайки чтоб не отворачивались они вот так не сильно мало ли надо будет прихватить сначала прихвачу потом вот эти вот вас и обрежу прихвачу гайки дальше чуть-чуть веди вот так вот раз раз да вот так вот потихоньку теперь перейди на другую сторону близко не подноси баллон впереди на другую сторону близко баллон вертикально поставь не так не так так он не будет прыскать вот так так близко не подносим много не наносим первый слой чуть-чуть так хорош все ну скажем так получается конечно самое главное что было желание у юных механиков и тогда можно передать им опыт пытаемся сразу снять потому что потом потом не снимем может присохнет вот такая вот будет нет она уже покрашена синим и она такая остается тем более у нас там вот крюк еще синий ну да не крюк синий это это лебедка на две тонны все готово и сейчас мы ее цепляем туда вот так ну надо будет подмазать однозначно подшипники чтобы это все легче ходило но это уже как мы когда будем делать упоры и это будет сделано сейчас просто надо проверить сейчас мы подцепим значит таль на две тонны вот талька талька пролетала очень долго в гараже давно куплено как бы и вот мы ее сюда цепля вот она у нас так теперь вот здесь вот уже даже цепь немножко перепуталась вот приподнял я ее немного значит теперь испытания что надо что-то подцепить и проверить как это все дело работает а цеплять я для начала буду вот этот вот значит движок это был мотор турбированный 20-клапанный ну то есть блок от фасада B5 значит все нормально балочка наша работает ничего там не происходит вот смотрим сюда единственное только что я говорю я конечно смажу там подшипники набьют там побольше масла вот потому что видите она немножко туда-сюда ходит и кое-где начинает ну цеплять за саму рельсу вот ну сделано специально то есть расстояние чтобы она свободно там ходила ну и вот этот двигатель поднят потолок выдерживает вот таким вот видео гаражным я хотел с вами сегодня поделиться разбирать мы будем и я покажу там причину почему этот мотор был снят вот конечно тогда у меня был до этого тогда 5 пассад и вот этот двигатель этот был ну заменен почему потому что там была очень очень интересная причина о которых я в некоторых видео своих упоминал ну я детально покажу когда будем разбирать вот эту вот причину единственное что здесь в моторе значит в хорошем состоянии это двумассовое сцепление вот это вот почему потому что она менялась и прошло ну порядка где-то около 20000 всего километров вот поэтому маховик в сборе с двухмассовым сцеплением и с ну естественно с диском то есть с корзина диск будет выставлен на продажу был ну еще и если что может быть может быть там можно будет продать поддон пригодится там масло насылыш по моему тоже 20 тысяч прошло вот такие вот дела все на этом всем желаю хорошего настроения побольше пишите интересных комментариев там люди интересные заходят вот интересно пишут мне нравится читать таких комментаторов вот ну а всем значит не ломаться успехов в своих ремонтах вот ну и пока мы вот сделали вот такую вот значит балочку в гараже для работы вот такие в игре вот и